всем привет вы на канале парни из камня сегодня у нас будут сифоны и сливы и переливы для вам все прекрасно знают что мы комплексная делочная бригада но все-таки в общей массе установкой сантехники разводка а также электрикой мы да занимаемся но когда нас смотрят узконаправленные специалисты которые делают это каждый день у них зачастую возникают вопросы к нам они обращать внимание на помарки ошибки это нормально мы все-таки тоже как специалисты растем развиваемся стараемся проводить работу над ошибками я всегда читаю комментарии вот под видео с установкой акрила ванны по монтажу никаких вопросов не было но вот установка сифона вызвала много вопросов и поэтому сегодня мы более подробно поговорим на эту тему ты чё с ума сошел давайте начнем со слива перелива вот он в рознике в кадре у нас тоже присутствует приспособление которое подключено к техническому отверстию верхней части ванны препятствию переполнению ванны а также затопление ванной комнате это очень важно там есть всего три типа на самом деле то есть это ручной слив перелив когда пробка дергается рукой вверху стоит решеточка уверен многие из вас именно такой и имеет у себя дома также полуавтоматически как на этой ванной когда балбетка верхней части крупцы открывая снизу пробку а также автоматически когда слив перелив сам контролировать уровень воды естественно присутствует градация по цене и вы сами там можете подобрать себе конкретный слив перелив который подходит в вашей ситуации с фонами интересный там и выбор пошире и соответственно нюансов побольше в том видео о котором я упомянул мы устанавливаем полуавтоматический слив перелив как и здесь и снизу у нас было подключение через гофрированный сифон это самый дешевый сифон самый распространенный сифон это гибкая трубка который под любом углом подсоединяется к канализации огромный и минус это то что она имеет значительную шероховат поверхности я об этом еще подробнее почитал после видео так были вот критически стрелы на штуру направлены да он забивается намного быстрее выходит из строя чаще и поэтому большинство сантехников его не рекомендуют но так как если в перелив полуавтоматические гофрированные сифоны самые распространенные варианты давайте посмотрим подробно как мы это делали и устанавливали в том конкретном ребят прежде чем переворачивать ванну надо сначала установить сливную систему резиночки они у всех сливной системы разные как бы у нас может сказать в гипер туда веру бывает и попроще но схема на самом деле одна мысль одна соли резинку и я придерживаю напарник спокойно прикручивать самая важная часть ни в коем случае не делайте на силикон силикон у любого получится сантехника надо чтобы она не текла без силикона вот иначе силикон потом затвердеет и все начать течь были теперь фиксируем последнюю часть переливной системы и проверяем чтобы она у нас открывала и опускала в общем-то заглушку все это можно при желании подрегулировать если ваша система и это позволяет между съемками дублей я сделал небольшую паузу чтобы вам показать еще пару интересных зарисовок сначала конечно же надо до подключить сливную арматуру здесь она вставляется у нас ванну то есть есть резинка просовывается до упора опять же никакого силикона и муфты и закручиваются ничего сложного я думаю любой мужик который что своими руками делал с этим разберется а вот эта вот часть естественно запускается уже канализационную трубу причем опять же я не советую использовать силиконовый герметик если на него вставить а можно вставить то потом поменять эту штуку будет практически невозможно когда все это высказали как вы видите эту и так еле подлазит если у вас она плохо вставляется в нашем случае это не так то можно специально слесарной смазочкой пройти я уверен что сантехники которые сейчас видео смотрят подскажут название или какой-нибудь способ скажем так дедовский там подсолнечным маслом немножко намазать и все у вас войдет хорошо пошлость звенящая пошлость и дальше по списку у нас идет трубный сифон он состоит из жестких отрезков труб и в отличие от гофрированного сифона не так быстро забивать у него есть тоже минусы прежде всего это высота колена на нее надо сразу обращать внимание особенно когда вы устанавливаете акриловую ванну снизу довольно небольшое техническое расстояние здесь мы тоже с этим столкнулись а также ревизия производится не так уж и быстро занимает определенное время конкретно этом объекте установлен трубный сифон мы туда еще заглянем там тоже есть о чем поговорить следующем будет у нас плоский сифон как раз и созданы для акриловую ванн которые скребутся по полу устанавливается он в стартом пространстве есть у него получается горизонтальный гидрозапор где все частички грязь оседает тоже довольно таки интересный вариант и во многих случаях будет очень полезен ну а если пространство широкое стоит например чугунная ванна то в идеале установить бутылочные сифоны к сожалению образца я не приготовил я думаю сейчас потом какую-нибудь фотографию предоставлю на ваш суд это получается сифон в основе которого внизу лежит колба ну это довольно таки тоже стандартная приспособа она создает гидрозатвор получается при необходимости ревизия производится скручиваем колпы обычным очищением всей грязи то есть вот 4 основные типа я не знаю может есть какие-то комбинированные варианты об этом сантехники я уверен тоже должны нам написать и последнее это наверное такие материалы из которого и сделаны сифоны и вот мы опустились вниз и я включу фонарик ргк наш партнер постоянный магнитный удобно будет видно чуть лучше что я хотел показать все варианты и в том числе установку нас были из пластика то есть сифоны пластиковым и соответственно можно чуть чуть разориться и взять например медно-латунный сифон как в этом конкретном случае здесь получается снизу мы сначала прикручиваем вот эту часть сифона а потом как нам надо перегибаем медленно вот такую вот сегментированную часть вверх слив перелив подключается вот таким способом и здесь потом получается пропускается специально муфточка и все и такой сифон как вы понимаете прослужит возможно намного дольше чем даже сама ванной понимая что тема не столь популярные даже ниш сантехники не столь распространенной но лично я посчитал что данное видео надо обязательно снять мне этот вопрос был интересен а на сегодня все с вами был я антон и покоробченко делать со своими руками даже пусть это будет сантехника делайте хорошо всем до новых встреч пока всем привет вы на канале парни из камня меня зовут антон и сегодня мы поговорим о сифоне и сливе их сливе их сливах переливах и дальше пойдем по списку после гофрированной сифон идет трубный сифон который состоит из жестко жестко как вы знаете или вы знаете ли вы вообще с этими сифонами довольно таки странно подобрать их сложно консультанты магазинах ничего не знают подписано на интернет-магазина странно одно дело я там статьи какие-то почитал постарался вникнуть вопрос на обычному обывателю не знаю как с этим справиться вся надежда на вас сантехники ребята мы держимся за вас молимся за вас все я старался надеюсь проделанный труд был незряшим не знаю как сфин доступать у него как подводен что не заболучивая не заболучивая Продолжение следует...